Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первые Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь нашим подписчиком, советуем подписаться, ведь на нашем канале вы можете найти большое количество интересной, а главное полезной информации о том, что касается выбора поддержанного автомобиля. Причем и обзоры на автомобили тоже, не только в формате тест-драйва, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Ну а сейчас перед вами герой нашего сегодняшнего обзора из серии, на что обращать внимание при покупке поддержанного автомобиля. Мини Купер. Машина, которая менее всего ассоциируется с понятием практичность, зато здорово ассоциируется с такими вещами, как яркость, необычность, эксцентричность и даже культовость. В нашем сегодняшнем видеообзоре мы постараемся разобраться с технической составляющей этого автомобиля, к чему готовиться, если все же вы решитесь и привнесете немного ярких красок в свои повседневные будни, приобретя подобную машину. Современная реинкарнация Мини Купер встала на конвейер в 2001 году и продолжала выпускаться по 2006. Это был так называемый кузов R50, первая проба пера. С первым поколением наш автомобиль имеет очень мало общего, здесь другой двигатель, переработанная подвеска и даже переработанный дизайн кузова, хотя стилистически эти машины очень похожи. Компания BMW, которая была непосредственно причастна к разработке первого Мини, проделала над этим кузовом работу над ошибками. Эта машина получила кузовной индекс R56 в варианте трехдверного хэтчбека, R57 в варианте кабриолет, R58 в варианте мини-купе. Закрытый кузов на два места. На конвейере второе поколение модели продержалось с 2006 по 2014 годы, а в 2010 машину подвергли рестайлингу. Если говорить про силовые агрегаты и коробки передач, которые были официально представлены на российском рынке, то под капотом мини мог находиться, по сути дела, один-единственный объем 1,6. Это бензиновые моторы, дизеля к нам, к сожалению, не попадали, бензиновые двигатели в разных вариантах форсировки. Атмосферные двигатели шли в версии 90 либо 98 лошадиных сил после рестайлинга на мини-уан. На мини-купер уже был более мощный двигатель на 120 либо 122 лошадиные силы, также атмосферник. И версия Купер С, как в нашем случае, это практически максимальная мощность 175 либо 184 лошади на рестайлинге. Это двигатель с турбонадуо. Была также заряженная спортивная версия на 218 лошадиных сил, но про нее мы в рамках данного обзора говорить не будем. Коробка передач на этих автомобилях была либо механическая, либо автоматическая. Причем в данном случае речь идет о классическом автомате. Вариаторная трансмиссия осталась в прошлом вместе с первым кузовом. Наш сегодняшний экземпляр это автомобиль 2010 года выпуска с мотором на 184 лошадиные силы под капотом и автоматом. По традиции любой обзор мы начинаем с разговоров про кузов автомобиля, про качество и толщину лаккрасочного покрытия, а также про то, насколько хорошо либо наоборот кузов способен сопротивляться нашим дорожным реалиям. Что касается толщины лаккрасочного покрытия, мини-купер это в принципе стандартный автомобиль от 100 до 150 микрон, может быть чуть-чуть толще, чем на японских автомобилях. Качество лаккрасочного покрытия само по себе нарекания не вызывает. Понятно, что автомобиль, будучи эксплуатируемым в реальных условиях, так или иначе будет получать сколы на лаккрасочном покрытии, но сколы эти на куперах, как правило, не получают какого-либо дальнейшего развития. А если их своевременно подлечивать, то и вовсе никаких проблем они не сулят. Но это касается только внешних панелей кузова, хотя на состояние пятой двери лучше глянуть повнимательнее. В основном коррозия на этих автомобилях заводится в подкапотном пространстве, возможно причиной тому слишком тесная компоновка. Обращать внимание в первую очередь следует на то, в каком состоянии находятся чашки кузова, уши крепления передней панели к этим самым чашкам кузова, а также на состояние металлических патрубков подкапотном пространстве. Коррозия зачастую поражает именно их. Также на очень возрастных автомобилях могут быть проблемы по электрике, связанные с не очень хорошей изоляцией разъемов и их последующим окислением. Так что при осмотре автомобиля обязательно проверяйте всю электрическую начинку машины. Ну и конечно же при осмотре снизу обратите внимание на то, в каком состоянии в целом находится подвеска автомобиля. Так же как и на некоторых моделях Nissan или Mitsubishi, на этих автомобилях коррозия в первую очередь поражает подрамник. Ну а про налет на элементах подвески говорить не будем. Как говорится в конце концов, рычаги это сменный элемент. И до дыра не догнивает, все же крайне редко. Что касается салона мини-купера, то здесь по большому счету все проблемы, как правило, связаны с системой отопления. Поэтому при осмотре подержанного экземпляра обязательно проверьте работоспособность вентилятора-отопителя во всех режимах, а также прощелкайте климатическую установку через все направления обдува. Климатическая установка при этом должна работать исправно. Ну и как уже упоминалось, на возрастных и запущенных экземплярах вполне могут наблюдаться проблемы по электрике. Поэтому все электрооборудование на борту, стеклоподъемники, регулировку зеркал, подогрева всего, чего только можно, а также стеклоочистители, все это лучше на всякий пожарный проверить. Что касается двигателей на втором поколении мини-купера, то здесь компания BMW сделала под конем и полностью обновила линейку агрегатов. Если под капотом мини первой генерации R50 находились двигатели производства Chrysler Rover, то на автомобилях после 2006 года на втором поколении уже устанавливались двигатели совместной разработки BMW PSA, то есть Peugeot Citroёn. Да, под капотом мини-купера двигатели 1.6 относятся к тому же семейству двигателей Prince, которые вы можете обнаружить под капотом французских автомобилей наподобие Peugeot 308 либо Citroёn C4. Только индексы у этих автомобилей в данном случае переиначены на манер BMW. Так, в частности, самая последняя ревизия двигателя 1.6 Turbo, как в нашем случае, имеет обозначение N18B16. Эта силовая установка выдаёт 184 лошадиные силы, и именно на её примере мы можем разобрать особенности этих двигателей в эксплуатации. Конструктивно этот мотор представляет собой рядную четвёрку. Здесь алюминиевый блок цилиндров и чугунные гильзы. Привод ГРМ на этих моторах цепной. Ресурсы этой цепи в среднем это около 100-120 тысяч километров, после чего она может вытянуться, у вас уедут фазы газораспределения, мотор начнёт троить, ну а в самых запущенных случаях электроника вполне может и заглушить агрегат. Правда, нужно отметить, что этот автомобиль не обязательно нужно делать дорогостоящими оригиналами от BMW, поскольку двигатель-то Peugeot Citroёn, можно подобрать тот же самый комплект ГРМ от французов, который будет стоить намного дешевле. Двигатель конструктивно сложный, на этом моторе применены практически все системы, которые положены современным двигателем, и которые, скажем так, не добавляют большой надёжности. Здесь два фазовращателя на впускном и выпускном распредвалу, и эти фазовращатели также способны отработать без нареканий порядка 100 тысяч километров пробега, после чего мухты вполне возможно придётся менять. О необходимости замены они возвестят вас характерным треском при работе. На турбомоторе также используются непосредственные впрыска, это значит, что здесь у нас есть топливный насос высокого давления. Правда, если мы говорим про рестайлинговый мини, то проблем с ТНВД, как правило, уже не должно быть. На первых партиях автомобилей насос высокого давления мог требовать замены где-то в районе 100 плюс тысяч километров пробега. Вследствие высокой форсировки, этот мотор также чувствителен к качеству топлива и к его октановому числу. Заправлять сюда бензин ниже 95-го категорически не рекомендуется. А если вы хотите, чтобы ваш турбомотор бегал как можно больше и дольше, заливайте 98-й, а лишним точно не будет. Также периодически рекомендуется чистить систему впрыска. Помимо системы изменения фаз газораспределения, эти моторы также имеют систему изменения высоты подъема клапанов. И на дорестах эта система также могла подкидывать вопросы. А вот что касается самой турбины, то ее ресурс на данных моторах не особо-то маленький. Турбина выхаживает практически весь срок службы двигателя. Единственное что, дабы продлить ей жизнь, нужно помнить о том, что на турбомоторах нужно давать турбине охладиться. То есть не глушить машину сразу. Это касается режимов движения, когда ваш двигатель работает на высоких оборотах. Соответственно, турбина раскручивается и включается в работу. Не нужно думать, что если вы тащились по пробке на холостых оборотах, вам нужно остужать турбину минуту-две, работая также на холостых. Смысла в этом будет мало. Но вот если вы только что прожарили, что называется, свой автомобиль по трассе, перед тем, как глушить его, дайте машине поработать минуту-полторы на холостом ходу. В основной массе все проблемы данного агрегата связаны с тем, что это очень теплонагруженный, очень горячий мотор. Рабочая температура данного агрегата – это 105-110 градусов Цельсия. Соответственно, повышенная рабочая температура предъявляет как возросшие требования к функционированию системы охлаждения, то есть необходимо следить за исправностью термостата, за исправностью помпы, которая на первых версиях данных двигателей шла в пластиковом корпусе и, кстати, имела свойство периодически начинать течь вследствие появления трещин на самом корпусе. Соответственно, ревизионная помпа идет уже в металле. Нужно следить за частотой радиаторов охлаждения, это здесь обязательно, и не забывать с время от времени менять охлаждающую жидкость. Ввиду высокой температуры агрегата, резинотехнические изделия разного рода прокладки здесь также долго не живут. Поэтому при осмотре подобного автомобиля обязательно обращайте внимание на то, чтобы агрегат был сухой. Места, откуда здесь может подтекать масло, достаточно, но из характерных для данных двигателей, это, например, течь масла из-под шайбы натяжителя цепи, которая расположена со стороны моторного щита, и поэтому эта течь, как правило, невооруженным взглядом не определяется. И, например, течь прокладки масляного стакана. Как уже упоминалось вначале, данные двигатели бесперерывно модернизировались компанией BMW, и в случае с MINI тезис о том, что чем более свежий автомобиль, тем лучше, абсолютно справедлив. Такие автомобили, кроме того, крайне редко покупают просто так. И человек, который так или иначе проездил на MINI достаточно большое количество времени, с радостью расскажет вам о тех модернизациях, которые он вносил в двигатель в процессе эксплуатации, заменяя изначальные сырые узлы с малым ресурсом на доработанные ревизионные. Поэтому не нужно думать, что весь этот букет вы обязательно соберете на своем MINI. Если вы ответственно подойдете к выбору БУ-экземпляра, то части этих затрат вы, скорее всего, избежите. Менять масло на этих двигателях нужно как можно чаще, желательно не реже, чем раз в 5-6 тысяч километров пробега, в зависимости от эксплуатации, поскольку данные двигатели очень чувствительны к качеству и чистоте масла. Кроме того, на этих машинах нужно взять за правило контролировать уровень горюче-смазочного материала. В этом двигателе масло чуть более 4 литров. Падение уровня в данном случае для двигателя, само собой, будет губительно. А норма расхода, заданная производителем, это порядка пол-литра на тысячу километров пробега. Так что заведите себе привычку контролировать уровень масла по щупу, особенно если вы практикуете активный стиль вождения. Однако есть у этого мотора и плюсы, конкретно у турбо-версии. Этот двигатель наделяет маленький автомобиль достаточно серьезной динамикой. До сотни по каталогу эта машина ускоряется в районе 7,2 секунды, а максимальная скорость составляет 223 км в час. Очень даже неплохо для мотора 1,6. Кроме того, данный двигатель весьма экономичен. Расход топлива в городском цикле менее 10 литров на сотню. При этом объем топливного бака у этого маленького автомобиля составляет недетские 50 литров. Что обуславливает весьма неплохой запас хода на одной заправке. А родство с концерном Peugeot Citroёn, весьма демократичными автомобилями из Франции, обуславливает возможность закупаться некоторыми запчастями намного ниже прайса оригинального BMW Mini. Что касается коробок передач, то механика на мини второго поколения – это BMW-шный агрегатор. Шесть передач. По большему счету, каких-либо претензий к работе самих коробок на этих автомобилях нет. Единственное, что со временем, к пробегам около двухсот и более, разбалтывается кулиса. И, соответственно, коробка теряет былую четкость переключений. Конечно, жизнь этого агрегата будет зависеть от того, будете ли вы менять в этой механической трансмиссии масло и насколько умело вы обращаетесь с педалью сцепления. Самая дорогая деталь во всей механике в данном случае – это двухмассовый маховик с демпфером. В случае его выхода из строя придется либо менять его на новый, что будет достаточно недешево, либо искать, где его можно восстановить. Поэтому, если вы смотрите мини с механической трансмиссией, обязательно прокатитесь на машине и убедитесь, что передачи включаются плавно. При отпускании сцепления нет никаких лишних ударов, а также паразитных вибраций по кузову. Что касается автоматических коробок передач, то на мини устанавливалась японская коробка фирмы Aisin на шесть ступеней. Более слабый родственник этой коробки устанавливался на Volkswagen Polo Sedan для российского рынка. Эта коробка очень боится двух вещей. Первое – это перегрев, а второе – грязная рабочая жидкость. По перегреву, в принципе, комментировать, наверное, излишним. Если вы хотите, чтобы автомат на мини у вас прожил как можно дольше, лучше озаботиться, если предыдущий владелец еще этого не сделал, установкой дополнительного радиатора охлаждения, поскольку штатная на этих автомобилях откровенно слабовато и недостаточно. Особенно, если речь идет про турбоверсии, которые эксплуатируются в совсем другом режиме езды. А что касается грязного масла, то основной источник загрязнения здесь – это продукты износа накладок гидротрансформатора. Как и на любых современных коробках, гидротрансформатор на мини любит блокироваться по любому поводу. Это и добавляет динамики в разгоне, и снижает расход топлива в определенных режимах. Оборотной стороной является наличие большого количества продуктов износа. Если затягивать с заменой масла, на этих трансмиссиях со временем продукты износа забьют каналы в гидроблоке, и трансмиссия просто-напросто перестанет корректно работать, а потом и вовсе выйдет из строя, что выльется в весьма недешевый ремонт. Рекомендуемый интервал замены жидкости для данной автоматической коробки – это 40 тысяч километров пробега. Еще один момент, не особо часто встречающийся на мини, но тем не менее подлежащий обязательному контролю при осмотре поддержанного экземпляра – это состояние шрусов. На данных автомобилях, если пробег составляет более 100 тысяч километров, при тест-драйве нужно обязательно обратить внимание на отсутствие вибраций со стороны шрусов. В противном случае велик риск после покупки заниматься их поиском и последующей заменой. Естественно, при осмотре снизу нужно обратить внимание на то, чтобы пыльники на шрусах были целы. Это как минимум. Ну а окончательный вердикт, конечно, ставит тест-драйв. Итак, переходим к осмотру автомобиля МИИ снизу. Первое, что бросается в глаза, это то, что заявленные цифры клиренса 13 сантиметров похожи на правду, поскольку автомобиль на самом деле очень низкий. Невооруженным глазом видно, насколько низко у этой машины располагается как патрубок системы охлаждения, так и, собственно, телевизор. Телевизор, кстати, здесь выполнен из пластика и сломать его легче легкого. Поэтому, если вы эксплуатируете мини, то о парковках к поребрикам до хруста лучше заранее забыть. Также при осмотре автомобиля мини обратите внимание на общее состояние порогов, которые вполне также могут иметь следы контактов с земной поверхностью при преодолении бордюров либо каких-то неровных участков. Ну и посмотрите, чтобы поддомкратники были на месте, поскольку зачастую, и это касается не только мини, но и, например, BMW серии X3, X1, эти поддомкратники имеют свойство теряться. Что касается ходовой части мини, то эта ходовка достаточно жесткая, можно сказать, спортивная. Заточено здесь все под управляемость, а не на комфорт. Конструктивно эта подвеска представляет собой Макферсон спереди и многорычажку сзади. Ресурс компонентов в принципе стандартный для небольшого городского автомобиля. Так, амортизаторы здесь выхаживают порядка 90-100 тысяч километров. Ресурс нижних шаровых порядка 80-90, причем здесь они меняются отдельно от рычага. Рулевые тяги и наконечники прослужат от 60 до 90 тысяч километров в зависимости от того, на каких дорогах вы эксплуатируете свой мини. Ступичные подшипники здесь не отличаются особо малым ресурсом, но меняются только в сборе со ступицей. Это касается как передних, так и задних подшипников. Самый маленький ресурс среди всех компонентов ходовой части на этом автомобиле демонстрируют втулки стабилизатора, что вполне предсказуемо. Причем первыми в данном случае выходят из строя втулки заднего стабилизатора. Это может произойти и на 20 тысяч километров пробега. Чуть дольше раза в полтора служат передние. Но если обслужить задний стабилизатор на этом автомобиле в принципе достаточно легко, так же как и на любой другой машине, то вот конструкция переднего стабилизатора в данном случае похожа на то, что использует Nissan на некоторых своих моделях. Например, на той же сирене. И для того, чтобы заменить втулки стабилизатора, который у нас находится над подрамником, подрамник придется частично демонтировать, либо опускать, чтобы добраться до самого стаба. Стойки же стабилизатора здесь выхаживают вполне взрослые 40-50 тысяч километров пробега. Что касается рулевой рейки, самого дорогого элемента любой ходовки, то в данном случае она электрическая и каких-либо проблем по электроусилителю руля на этих автомобилях нет. Соответственно, нет у нас гидравлической жидкости, гидромагистрали, течь нечему. Рейка может огорчить разве что стуком. Случается это на пробегах уже за 100 тысяч километров и, как правило, недорого лечится с заменой тех же самых втулов. Задняя подвеска мини это многорычажка, соответственно, сайленблоков здесь большое количество. Однако первые проблемы они начинают подкидывать на пробегах уже за сотню тысяч километров, а некоторые ходят даже более. Как уже было сказано, слабая часть задней подвески это втулки заднего стабилизатора, которые тоже находятся здесь, не сказать, что в эталонной доступности. Впрочем, это относится ко всей ходовой части мини в целом. Плотная компоновка диктует свои особенности и свои сложности в последующем обслуживании. Итак, какие выводы можно сделать под всем вышесказанным про мини? Да, на первый взгляд вопросов по автомобилю достаточно много. Но, во-первых, далеко не факт, что все эти моменты вы соберете на конкретно своем автомобиле, если ответственно подойдете к выбору. А второй момент, эту машину покупают не для того, чтобы проехать на ней 200-300 тысяч, ничего не вкладывая. Для этих задач есть другие автомобили, несколько попроще. Однако, они не имеют подобной яркой внешности, харизмы и не дарят подобное удовольствие от управления. Так что, если вы раздумываете над тем, чтобы привнести в свою жизнь яркие краски, добавив в свой гараж подобный автомобиль, в принципе, можете это смело делать. Но не в качестве единственного и основного транспортного средства. И, перефразируя знаменитую фразу из резюме, опыт владения BMW, либо автомобилями концерна Peugeot Citroёn будет вашим преимуществом. Ну вот и все на сегодня. Если наш сегодняшний обзор был вам чем-то полезен, понравился, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Также, если у вас был или есть мини-купер, на котором вы проехали не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас поправить, в чем нас дополнить, Обязательно пишите это в комментариях, ведь людям, которые задумывались о покупке подобной машины, именно ваш комментарий может оказаться очень полезным. Спасибо вам за просмотр и хорошего дня. Пока!